ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую телочерей старой школы. В этом видео я хотел бы рассказать о надгибе от задней поверхности бедра, возможных ошибках и подводящих упражнениях. Надгиб от задней поверхности бедра выполняется следующим образом. Труд пропускается под бедро. Под него подкладывается подушечка из плотно сложных пат. Опорный конец принимает устойчивое положение на внешней стороне бедра и слегка захватывает правой рукой. Другой же конец захватывается левый рукой. Далее выполняется небольшой подсед на пруд. Вот таким вот образом. Этот подсед нужен для того, чтобы вложить в пруд всю массу тела. Вместе с этим подседом делается небольшое скручивающее движение. Вот такое вот. И за этим скручивающим движением идет тяга рукой. Все это вместе не дает надгиб от задней поверхности бедра. Сейчас я постараюсь это продемонстрировать. Вот мы плотно взяли руками, делаем подсед, скручивающее движение и тянем. Поехали. Вот пруд пошел. Видите? Вот так вот. Когда пруд уже слегка надогнут, то есть надгиб уже довольно заметен. Мы перемещаем подушечку немного ближе к опорному концу. Это делается для того, чтобы другой конец можно было захватить двумя руками. И далее делается все по такой же схеме. То есть делается подсед и тяга. Но уже тяга двумя руками. Вот таким вот образом. Вот таким вот. Далее пруд уже дожимается. Либо на бедрель, либо ляжком дожима. Итак, теперь об ошибках. Самой главной ошибкой является отсутствие этого подседа. То есть еще раз. Должен быть четкий подсед под пруд. То есть вот. Когда пруд начинает слегка пружинить, значит подсед выполнен должным образом. Вторая ошибка. Это малое количество защиты. Малое количество защиты обеспечивает сильные болевые ощущения. Что не дает выполнить полноценный набив. Итак, вроде все. Следующее. Следующее это подводящие упражнения. Подводящие упражнения к этому набиву. Это прогулки фермера, различные коромыслы, становые тяги одной рукой. То есть упражнения направлены на развитие мышц кора. Мышц корпуса, мышечного корсета. Эти упражнения показать я вам сейчас не могу, но я покажу вам упражнения, которые я придумал там. То есть упражнения моей разработки, так сказать. для этого нам понадобится камера от велосипеда или мопеда. Возьмем данную камеру и встанем на нее одной на гости. Осуществим захват двумя руками и сделаем так называемые тяговые движения. То есть эти движения будут имитировать тот самый надгиб труда. То есть вот такие вот движения. Так надо сделать с каждой стороны ну раз по 10-15. Это позволит прочувствовать динамику надгиба. и очень хорошо проработает мышцы пора. Вроде все. То, что знал, рассказал. Надеюсь, кому-то это видео будет полезно. Спасибо за внимание. Всем удачи в гибанье. рпорetto. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»